Всем привет, с вами Прия. 20-го числа, 20-го мая, в среду, компания Blizzard сделала небольшое обновление для нашей любимой игры World of Warcraft. Таким образом, Эхо Неолота теперь могут фармить абсолютно все персонажи, даже мейны, у которых куплены все эссенции, например, получены другим способом, как вариант. И при этом еще данную валюту можно получать в 5 раз больше, то есть произвели некий перерасчет этой валюты, и с помощью нее можно теперь покупать различные карапты, которые ротируются, по-моему, каждые 3 или 4 дня. Но речь не об этом, сегодня мы поговорим о том, как более эффективно нафармить Эхо Неолоты. Например, кто-то занимается PvP хорошо, кто-то занимается хорошо PvE, и кому-то просто, например, не нравится какая-то из этих сторон игры, поэтому каждый игрок занимается тем, чем он хочет, и тем, что у него получается. То есть, например, не нравится вам PvP, ну, не лезьте в него, но я просто-напросто перечислю абсолютно все пункты, за которые можно получить Эхо Неолоты. Потому что самый распространенный вопрос в последнее время – как его получить? На что человек получает ответ «да хоть откуда», идет делать какой-то непонятный контент по типу, не знаю, там, обычное выполнение локала, ничего не получает, и в итоге ловит грустное настроение. Собственно, вот на эту валюту, ну, и написано некоторое описание о том, что нужна она для создания искусственных сущностей в зале сердца. Если пройтись по всему списку, то он достаточно небольшой. Поехали! Первое. Атака Черной Империи. 625 единиц Эхо Неолоты. Это та атака, которая выполняется раз в неделю. Далее. Атака Экиров, Аматетов, Богомолов и Могу. Принесет нам 375 Эхо Неолоты. У меня даже сундучок есть, можно вскрыть и проверить. Как бы все идеально, все хорошо. Далее. Жуткое ведение даст нам 250 единиц Эхо Неолоты и по 125 за каждую выполненную дополнительную цель. Таким образом, если пройти полностью ведение, то получится 250 плюс 500, то есть 750 Эхо Неолоты за полное прохождение ведения. Без разницы, надеты у вас маски или нет. Маски только увеличивают получаемую валюту в виде зараженных реликвий. Далее. Четвертый пункт. Задание посланника. Это сундучки. Самые обычные, которые можно выполнить ежедневно. То есть, конкретно делая локалочки по этим сундукам, потом, когда вы сдадите уже эти сундуки, вот только тогда вы получите 250 валюты. Это довольно-таки хорошее число, при условии того, что делать-то толком ничего не нужно. Героический режим фронта «Битва за темные берега» принесет 375 валюты. Далее. Рейдовые боссы Неолоты обычного героического эпохального режима дадут по 75-125 единиц с каждого босса в неделю единожды. Кварталы рейда Неолота в системе поиска рейда приносят нам по 125 валюты. Следующая у нас идет победа на случайном поле боя. Принесет нам 75-125 валюты. То есть, если, по-моему, открыть в багажечке, то тут ничего, увы, написано не будет. А жаль. Победа на рейтинговой арене принесет нам 50-125 единиц Эхо Неолоты. Увеличивается это число в зависимости от нашего PvP ранга. То есть, изначально там идет до 1400, потом 1400-1600, потом 1600-1800, 1800-2100 и, по-моему, 200-2400. То есть, чем выше эти границы рейтинга, тем больше валюты вы получаете. Кто-то любит играть в арены, кто-то умеет их играть, кто-то не хочет этим заниматься. Ну, в начале виносика я уже все насчет этого высказал. Победа на рейтинговом поле боя принесет 175 единиц валюты. Опять же, как и ситуация с аренами, это число увеличивается за счет PvP ранга. Ну и границы рейтинга там точно такие же. Еженедельный PvP-сундук приносит от 875 до 1500 единиц Эхо Неолоты. Опять же, все зависит от PvP ранга. Чем он выше, тем, собственно, и лут там интереснее, но еще и валюты побольше. И, конечно же, ключики любимые. Финальный сундук в конце открытого с помощью эпохального ключа подземелья. По 15 единиц за каждый уровень ключа. Ну, например, пойдете вы викли закрывать на этой неделе сундучок 15 себе. Ну, ради того, чтобы максимальную шмоточку полутать с недельного сундука. И просто за прохождение ключа вы получите 225 единиц валюты. Таким образом, даже PvE-шеры многие фармят себе Эхо Неолоты с целью того, чтобы покупать карапты. Но вся эта покупка караптов, можно сказать, под конец аддона, довольно-таки веселое занятие. И не стоит забывать о том, что сам еженедельный сундучок, который мы вскрываем в среду, принесет нам Эхо Неолоты по 100 единиц за каждый уровень наивысшего ключа. К примеру, закрыли вы 15-й, вскрыв сундук, вы получите 1500 Эхо Неолоты. Закрыли 20-й ключик, получите 2025-й, 2530-й. Ладно, окей, 30-й никто еще вроде бы в мире не закрывал. Я слежу за этим. Так что, как-то так, выбирайте для себя свой фарм, либо просто занимайтесь всем по чуть-чуть. Берегите ноги, моете руки, всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok